Крепкий захват, бросок и противник на лопатках. Чтобы отработать эти приемы, недостаточно быть физически сильным. Намерения соперника надо опережать. Юные самбисты под руководством тренера и мастера спорта Дмитрия Кучаева готовятся к очередным соревнованиям. За много лет работы он нашел свой подход к спортсменам. Ребенка самое главное не надо заряжать на победу. Ребенка надо зарядить, чтобы он боролся так, как он может. Показать то, что он может. Ни в коем случае не заряжать ребенка на победу, ни в коем случае, особенно в начальных этапах подготовки, не ставить ему задачу выиграть, или ты должен. Ребенок никому ничего не должен. Он пришел, показать себя, просто побороться. Я даже зачастую ребятам говорю, боритесь как на тренировке. Хорошая разминка на все группы мышц обязательно. Самбо, травматичный вид спорта. Кувырки, перекаты, прыжки, упражнения на плечевой пояс. Им можно приступать к борьбе. Берем захватик. Условно говоря, взяли захват. Дальше один спортсмен и другой спортсмен пытаются друг друга бросить. Это могут сначала быть передвижения. Допустим, он его заводит каким-то способом. И выполняет бросок. Условно говоря, передняя подножка. Соперника надо удерживать на спине 20 секунд. Потом можно применить болевой прием. За это судьи дают наивысший балл. Схватка в профессиональном боевом самбо состоит из раундов до трех минут и больше. Их число может доходить до десяти в зависимости от формата соревнований. Евгений Асачев в этом виде единоборства уже опытный спортсмен. В начале ноября занял третье место в престижных соревнованиях по универсальному бою. Это первенство мира. Там собрались участники, спортсмены из, если я точно помню, 36 стран мира и 42 регионов России. Много людей сильного уровня. Все борются очень хорошо. Уступил только сильнейшим. Евгений Асачев, честно признается, расстроился. Хотел стать первым. В будущем жизнь планируют связать с военной службой. Там спортсменам всегда рады. А пока снова выходит на татами, чтобы еще раз самому себе доказать. Невозможное возможно. Катьяна Верняковская, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.